Братья и сестры, здравствуйте! Сегодня мы с вами два слова скажем о следующем. В общественное поле, в пространство попал проект указа президента о мерах государства по укреплению и сохранению духовно-нравственных основ общества. Этот проект обсуждался в общественной палате. Против него уже написаны открытые письма, обращенные в частности к министру культуры. Со стороны группы влиятельных, известных людей в области режиссуры, кинематографа, театра и так далее. Я предлагаю вам помыслить на эту тему. Действительно, пока наша армия сильно защищает мир, она, как мы в детстве пели в детском садике, пока сильная армия смотрит вперед на внешние рубежи, и там самолеты, и противоракетные системы готовы отражать любые вторжения на земле, на воздухе, на море, за спиной у храброго солдата и умного офицера, может сгнить общество. Защищать будет некого. То есть пока защищаются внешние границы, как было примерно в революцию 1917 года. Пока там победы совершаются, вот-вот Германия падет, внутри совершается переворот, как бы народ сдурел. Народ сдурел, и общество сгнило. Поэтому это очень серьезная вещь. Действительно, защита национальных интересов – это ведь не только армия. Это и продуктовая, и продовольственная безопасность, что, собственно, и есть развитие сельского хозяйства и прочее. Это и демографический вопрос. Если люди рожать перестали, мы просто будем пожраны изнутри мигрантами разных мастей. Изменится лицо русского человека, мы будем не русским. Это религиозная политика, информационная политика. Все это аспекты национальной безопасности. Если хотите, его, значит, морально-нравственный характер народа, его морально-нравственное лицо – это фактор стабильного будущего. А размывание этих вещей – это смерти подобно. Я предлагаю подумать на тему, а какие, собственно, морально-нравственные черты характерны для русского народа на протяжении его истории длительной, тысячелетней. И что уже исчезает, а что бы мы хотели сохранить, а что бы мы хотели культивировать – это очень важно. Потому что не просто пользоваться какими-то абстрактными терминами, духовно-нравственные, моральные качества. А что это конкретно? Например, трудолюбие нужно унести туда. Потому что если будет вымирать деревня, если пьяные мужики будут шататься без дела от села к селу, то нет будущего. Значит, надо опять полюбить свою землю и стать на ней хозяином. Это морально-нравственная ценность, безусловно. Семейственность должна быть обязательно. Если человек, например, за жизнь женился восемь раз и в каждом браке еще успел пару раз поизменять своей одной из восьми жен, то мы имеем дело с трупом ходячим. Аборты, измены, всякое остальное – это никак не моральные ценности. Крепкая семья со здоровым потомством – это действительно моральная ценность, укрепляющая и страну, и народ, и государство. Что еще? Например, речевая этика. Если у нас люди будут ходить с гнилыми зубами от того, что они мать-перемать склоняют во всех падежах и не умеют нормально разговаривать, а люди не умеют нормально разговаривать. Они разговаривают так, как бесы. Бесы в аду лают друг на друга, значит, и на нападших грешников. Как люди разговаривают. Это вообще культура речи. Это морально-нравственная ценность? Конечно. За матершинника Матери Божией не молится. У него черный рот. Что еще? Стойкость в житейских сложностях или в бою, как у Суворова. Сам погибает товарища, выручай, взаимопомощь. Морально-нравственная ценность и так далее. То есть нужно, в принципе, озаботиться написанием небольшого текста с перечислением морально-нравственных ценностей и источника их происхождения. Потому что язычество может дать человеку только безбашенную храбрость в бою, жестокость к побежденным и некое бравирующее бесстрашие перед смертью. Ну, дескать, есть будем пить, будем смерть, перед помирать будем. Больше ценностей у язычества нет. Все морально-нравственные качества, которые мы хотели бы видеть в русском человеке и которые мы видим в истории, в лучших людях нашего народа, там и добрый коллективизм, и смелый индивидуализм, когда нужно против толпы встать, и смирение, целомудрие, и мужество, и терпение, и разум, и так далее, это все вырастает из Евангелия. Поэтому в проекте этого закона, безусловно, не хватает, там этого нет, отсылки опять-таки к тому, что Бог есть, есть единый всемогущий, святой и великий, вечный и премудрый, он есть, об этом надо говорить, не стыдиться. Слава Богу, что в Конституции об этом так, ну, скажем так, мягенько упомянули, но есть, Господь вошел туда, как бы ни было, дайте ему маленькое место, он потом заполнит собой все, ибо он главный. Но это нужно и в этом проекте закона. И религиозность русского человека традиционная, она нужна, потому что кто-нибудь, может быть, будет хорошим без Бога, кто-то без Бога хорошим быть, возможно, может. Русский человек без Бога хорошим не бывает. Если западный человек теряет Бога, он продолжает быть простым западным человеком. Он ходит в магазин за булками, как бы, значит, это самое, там, постригает газон, как бы болеет за любимую команду. Если русский теряет веру, он переворачивает вверх дном весь свой дом и превращается в проблемы для себя и окружающих. Поэтому Бог нужен, русскому человеку особенно. Вот вышел такой проект указа президента, в котором глава государства должен будет еще раз, так сказать, выразить свою озабоченность и прописать программу сохранения нравственных ценностей, морально-нравственных ценностей. Это факторы выживания. Но я бы хотел, чтобы этот текст был наполнен конкретикой, чтобы там и перечислить то, что мы хотим, то, что мы теряем, то, что терять нельзя. И чтобы мы непременно указали, что все эти хорошие вещи вытекают из Евангелия, из благовестия, из благодати Божией, из веры. Тогда это будет действительно от А до Я прекрасный документ. Я надеюсь, что мы доживем до тех времен, когда эти документы и выйдут, и исполнятся, и имплементируются, и плод принесут. До свидания.